А мы тут плюшками балуемся, улыбаясь, говорит Елена Брагина. Немного сладкого и горячий чай донору не возбраняется. Чтобы кровь лучше шла, быстрее было весь процесс. Группа крови первая положительная. Как донор Елена делится ей часто. В отделении переливания крови настроение у женщины всегда прекрасное. Сюда она наведывается часто. Ну уже больше 20 раз. Еще чуть-чуть осталось и буду уже почетный донор. В списке почетных доноров Татьяна Каширская. Если врач ей скажет «надо», летит в больницу, как на крыльях. Сдавать начала, попросила сотрудница. И для ее мамы нужна была кровь. Ну так и пошло. Прихожу сдавать всегда с удовольствием. Приглашают, никогда не отказываю. Сдала уже больше 40 раз. На первую, вторую, третью, четвертую рассчитайся. Впрочем, построения у доноров нет. Как нет и превосходства по группе крови. Каждая из них уникальна и зачастую кому-то необходима. Это вопрос жизни. Насколько она нужна, это вопрос просто жизни. Это спасает жизни и маленьких, и больших, и в возрасте людей. Поэтому донорство должно оставаться, донорство должно процветать, расширяться. В 18 раз даю и нормально. Думаю, что она кому-нибудь понадобится, может жить кому-нибудь спасет. Если человек здоров, он может быть донором крови. Ограничений по возрасту особых нет. И все же молодым и энергичным. Главную дорогу. Лейтенанту Трошину, 24, он пришел сдавать кровь. В седьмой раз. Когда я учился в академии, к нам приезжала местная больница, предлагали сдать. Первый раз сюда пришел, у меня у друга отца операция была, попросил сдать. В базе доноров районной больницы, как правило, жители Ахтубинска. Есть также из соседних городов. Александр, к примеру, приезжает из Гнаменска. Не то, чтобы по собственной прихоти. Просто обстоятельства так сложились. Там закрыли отделение, так что сдаем в Ахтубинске. На протяжении уже трех лет. Четвертый год сдаем. Во время забора крови часть идет на анализы. Тщательный контроль – одно из главных правил в работе с донорами. Это на группу нарезус на все фенотипы. Это наша лаборатория делает. А вот эти пробирки мы отправляем в Астрахань на ПЦР, на ИФА, на гепатиты, ВИЧ-инфекцию и сифилис. Без этих анализов мы не имеем права отдать РМАСС, плазму в стационар. В понедельник и в среду у нас донорские дни. И приходят по-разному. И 10, и 15, и 20. Раньше до 50 было доноров. К сожалению, донорские ряды в последнее время у нас немного поредели. Я связываю это тем, что идет миграция населения и военнослужащие. Некоторые просто переезжают, демобилизуются, уезжают в другие города. Таким образом, донорская база требует постоянного обновления и прихода молодых кадров. И еще проблема в том, что в связи с закрытием ОПК в городе Знаменске мы помогаем кровью этой больницы. Также в экстренных случаях помогаем военному госпиталю. Поэтому приглашаю молодых людей всех групп крови. Некоторые доноры считают, что вторая группа не востребована, потому что очень много доноров. Но она и требований по ней большие, потому что пациентов больше. В данное время в нашей больнице, например, есть три пациента, которые нуждаются в переливании второй группы крови. Не для красного словца, я сравниваю его донорство с подвигом. Потому что человек, который сдает кровь, он жертвует собой, он жертвует временем. Он жертвует тем, что он не может что-то съесть определенное, нужно посидеть на диете два дня. Он не может выпить алкогольные напитки, как захочет. Он должен обследоваться, он должен давать анализы вовремя. То есть это подвиг. И к тому же он просто терпит боль, когда ему прокалывают иглой его кожи. В базе доноров района больницы сегодня порядка тысячи человек. Регулярно кровь сдает каждый второй. 502 рубля составляет компенсация за полноценный горячий обед плюс два дня выходных, включая день сдачи крови. Почетным донорам предусмотрены ежегодные разовые выплаты в размере 14 200 рублей. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ.